добрый вечер гомель каждый вторник на беларусь 4 в прямом эфире мы даем полезные советы которые полезны каждому вы знаете очень часто в нашей программе мы говорим о еде но согласитесь очень редко при этом мы задумываемся о посуде из которой едим и на которой конечно же готовим а ведь качество кастрюль сковородок тарелок она все-таки не менее важно чем качество продуктов и сегодня наш программа расскажет о посуде дорогие друзья вместе с экспертами в прямом эфире расскажем и покажем какая посуда безопасно также раскроем секреты современной сервировки и разобраться в этих интересных вопросов вопросах нам помогут оксана петренко это специалист по организации обслуживания оксана добрый вечер и очень интересная молодая пара из лоевского района это сергей анастасия добровольский это ребят которые приехали к нам и привезли с собой вот такую вот удивительную посуду из глины которую я так сказала они ну вытворяют по-другому не скажешь сами ребят добрый вечер как добрались вообще погода такая дорога такая чистят дороги все чистят все нормально да то есть лоев гомель не проблема не проблем ну что ж дорогие друзья так о посуде очень интересно ваше мнение какой посудой пользуетесь вы делитесь пожалуйста своими наблюдениями советами вопросами в нашем вайбере ну а пока мы поговорим о том какая же посуда вообще популярна на современной кухне вот сразу скажу чтобы никого не поставить неловкое положение признаюсь какая посуда есть на моей кухне я очень люблю эмалированную посуду да я в этом плане очень консервативно и у меня нет посуды с антипригарным покрытием я вот как-то ну настороженно к не отношусь может быть и зря но в любом случае предпочитаю чугунные проверенные временем до сковородки может быть не все зрители вот сейчас как бы конечно же поплатили в ладоши такой вот кухонной утвари но в любом случае то мое мнение поэтому ребята рассчитываю на вашу откровенность какая посуда на вашей кухне чем пользуетесь обычно ну так как мы занимаемся изготовлением посуды естественно пользуемся прежде всего вот такой ну в основном ну как бы чашки а по поводу кастрюль естественно у нас такая же как и у всех тоже чугунные сковородки и чугунные утятницы я уже испугалась подумал что и готовит в семье сергей он как-то так и про посуду все знает а кто вообще готовит его я я больше готовлю я больше сергей тоже умеет готовить и готовит вкусно готовит вкусно яичницу не только ну что ж но я думаю сегодня поделимся каким-то интересным рецептом с нашими зрителями насть ну вот давай насчет современной посуды есть сковородки с антипригарным покрытием сколько если есть одна довольно нравится да конечно хорошо хорошая сковородка хорошо кастрюли какие у амалированные в основном амалированные до то есть ничего такого ничего такого необычного необычного оху Melissa какая-то посуда есть в чугунки там сковородки конечно чугунки сковородки и с тоже но на любимая что у вас самое любви юж CPA купит а всё кстати я очень тоже люблю такую посуду но я знаю что вы велики экспериментаторы да и вы экспериментируете в основном с глиной я даже не удивлюсь если у вас есть какая-нибудь глиняная кастрюля в которой вы пытались что-то приготовить? Ну, не кастрюля. Я экспериментировал, пробовал делать сковородку, небольшую. Ещё раз, сковородку из глины? Да. Только из специальной. Глины, термостойкая шамотная глина. А это сложно вообще объяснить? Мы поймём. С добавлением шамота. Но шамот это как бы та же самая глина, только обожжённая, а потом раздроблённая в крошку. И опять же добавлена в сырую глину, в порошок. И замешана в массу, из которой уже приготавливается что-то. Вот. Ну и я сделал сковородку. Моя главная была ошибка, ну, по неопытности. Я теперь знаю, что подобные вещи нужно прессовать, ну, делать под прессом, под большим давлением. А я её просто вылепил. И таким образом она имеет структуру пористую. И когда я налил туда масло, масло просто пролилось через... По солнечное масло. Да, и тогда начало гореть. Но со второго раза у меня получилось пожарить яйцо, и я его съел. Оно не пригорело. Настя смеётся. Настя не рискнула, да? Ну, собственно, методом пробуя ошибок. Ну, да. Это просто был эксперимент, как бы я не собираюсь ей пользоваться, просто мне было интересно. Сергей, будете продолжать этот эксперимент? Да. Я теперь узнал про пресс, и буду думать... Мы ждём, мы ждём с этой сковородкой в нашей студии. Да, действительно, попробуем даже, может быть, в тот момент появится плитка, и, может быть, попробуем что-нибудь приготовить. Ну, спасибо за откровенность. Оксана, ну, и, конечно, такой вопрос не могу не задать вам. Вот какая посуда преимущественно на вашей современной вот сегодня кухне? У меня, конечно, тоже есть посуда с антипригарным покрытием, ну, и любимые наши чугунные сковородки, которыми мы пользовались десятилетиями, они тоже сегодня популярны у наших домашних хозяек, потому что это такой материал очень достаточно долговечный, прочный, и чем дольше служит нам такая чугунная сковорода, тем её тоже покрытие лучше становится, и антипригарные свойства тоже только улучшаются. Ну, что ж, про чугунную сковородку поговорим чуть позже в нашей программе, а вот всегда, согласитесь, интересно узнать, что происходит на кухне у знаменитостей, да, вот особенно, например, у музыкантов, насколько вообще трепетно творческие люди относятся к выбору посуды. Вот прямо сейчас узнаем об этом у гомельского саксофониста, участника известной группы «Глинтвейн», кстати, очень известного кулинара. У нас прямо сейчас на связи Иван Мурашко. Иван, добрый вечер. Иван? Ну что ж, сорвался звонок, попробуем, да, дозвониться Ивану ещё раз, а пока мы дозваниваемся. Дорогие друзья, естественно, конкурс. Сегодня мы разыгрываем пригласительный билет на выставку «Искусство шоколада». Напоминаю, что эта выставка проходит в эти дни во дворце Румянцевых Паскевичей, и получить вот такой пригласительный билет на двух человек сможет тот из вас, кто позвонит в нашу студию по телефону 34-22-43 и ответит на вопрос конкурса. Естественно, вопрос сегодня про посуду. Как же без этого? Помните вот эту сказку «Братьев Гримм» про волшебный горшочек? Да, вот девочка что-то там говорила горшочек, и он варил безумно эту кашу. Так вот вопрос, что должна была сказать девочка из сказки «Братьев Гримм» про волшебный горшочек, чтобы этот волшебный горшочек начал варить кашу? Вот ждём ваш вариант ответа по телефону 34-22-43. Звоните, пожалуйста, в студию. Ну, а мы продолжаем разговор о посуде. Как только появится у нас на связи Иван Мурашко, обязательно узнаем у него, какую посуду предпочитает он на своей кухне. Мы обозначили уже, что сегодня все хозяйки, они хотят иметь обязательно вот эту модную сковородку с антипригарным покрытием. Кастрюля должна быть исключительно там из нержавеющей стали. Оксана, вот насколько оправданы такие предпочтения? Стоит ли переплачивать, на ваш взгляд, вот за такую модную посуду, и не опасна ли она? Вот такие вот вопросы вот и сразу для вас. Наталья, действительно, вы правы. Сегодня ни одна современная кухня не обходится без посуды с антипригарным покрытием. И наши домашние хозяйки эту посуду очень любят, потому что эта посуда очень популярна. У нее есть очень много различных преимуществ. Но, во-первых, она обладает высокими антипригарными свойствами. Во-вторых, когда мы готовим на этой посуде, не требуется большого количества масла или какого-то другого жира. Достаточно... Ну, многие не добавляют даже, я знаю. Да, достаточно только поверхность покрыть немного. Ну, и, конечно же, это очень вкусно получается. Ну что ж, мы продолжим про сковородки обязательно сразу после телефонного звонка, пока дозвонились Ивану. Надо воспользоваться этим случаем. Иван, добрый вечер. Добрый вечер. Иван, очень рада слышать тебя в нашей студии. Это программа Добрый вечер, Гомель, ведущая Наталья Волынец. Вань, ну, я знаю, что ты сейчас на репетиции, поэтому дозвониться тебе сложно. Ты уже извини, пожалуйста, что мы так тебя отрываем от важных музыкальных дел. Я просто... Я... Наши зрители знают, какой ты такой щепетильный кулинар. И, конечно же, очень интересно узнать, вот какой посудой пользуешься ты на своей кухне. Расскажи нам, пожалуйста. Вплоть до того, что, может, перечислить даже. Ну, у меня очень разнообразная посуда на кухне. Очень люблю пользоваться чугунной посудой. Я вообще считаю, что это лучшая посуда для жарки. Ну, набор кастрюлек от самых маленьких до больших таких, знаете, как для борща, что так творить на несколько дней. На несколько дней. Набор противней. Потом еще стеклянные противни есть. Ну, короче, на самом деле, очень большой набор. Вань, скажи, пожалуйста, а вот антипригарное покрытие есть в твоей посуде? Какие-то вот сковородки или там кастрюли? Пользуешься ты этим? Предпочитаешь? Делаешь такой выбор? У меня есть с антипригарным покрытием, но здесь есть один нюанс. Надо, чтобы посуда с антипригарным покрытием была тяжелой, с толстым дном. Это первое условие. А второе условие, ни в коем случае нельзя это антипригарное покрытие перегревать, иначе оно начнет выдавать канцерогены. Ну и, конечно, царапать нельзя, понятное дело. Да, а что значит нельзя перегревать? Вот на какой температуре ты обычно готовишь, вот, например, мясо на сковородке с антипригарным покрытием? Какая это должна быть температура? Я не готовлю мясо на антипригарном покрытии. Это обычно яичница, может быть, какие-то овощи, такое, легкое, которое не требует высокой температуры. А для мяса, конечно, самое лучшее – это чугун. Ой, Вань, спасибо, это очень интересно, мне кажется, это очень ценные советы. Еще один вопрос. Вань, скажи, пожалуйста, какой посуды, ну, никогда не будет на твоей кухне, и почему? Не будет посуды на алюминиевой основе, во-первых, не будет легкой посуды у меня никогда. Ну, алюминий, я с ним не дружу с детства, к нему, но если алюминиевая сковорода, несмотря на все рекламные акции, там к ней прилипает, пригорает все, что угодно, ничего не помогает. Ну, как я говорю, должна быть посуда тяжелой, поэтому у меня никогда не будет легких сковородов, хоть даже с покрытием, хоть без покрытия, на алюминиевой основе. Это все, я считаю, в барах ложь. Спасибо, Вань. Вот нравится мне с тобой разговаривать и по телефону, и в прямом эфире, потому что настолько откровенно и очень полезно. Вань, спасибо большое, хорошего вечера, хороших рецептов, ну и, конечно же, всегда рада видеть тебя в нашей студии. Спасибо. Иван Мурашко только что был с нами на связи, напомню, это очень известный наш гомельский не только музыкант, саксофонист и участник известной группы «Глинтвейн», но и еще очень опытный и известный кулинар. Дорогие друзья, хочу напомнить вопрос нашего конкурса, что должна была сделать девочка из сказки «Братьев Гримм» про волшебный горшочек, чтобы этот горшочек начал варить кашу. 34-22-43, это телефон в студии, ждем ваших телефонных звонков и разыгрываем, напоминаю, сейчас пригласительный билет на международную выставку искусства шоколада, которая проходит, выставка проходит во дворце Румянцевых и Паскевичей. Итак, антипригарное покрытие вроде бы как вот так вот нам Ваня все уже даже подробно объяснил, но я бы хотела уточнить, Оксана, действительно, если мы поцарапали сковородку, стоит ли ее выбрасывать? Ведь я знаю, что много можно прочитать в интернете, например, о том, что там она начинает выделять какие-то токсичные вещества, там плохо готовится пища, что бы советуете? Да, совершенно верно. Конечно же, когда мы готовим в такой посуде, нежелательно пользоваться металлическими лопатками, например, потому что остаются царапины, и, естественно, уже такой посудой пользоваться не рекомендуется, поэтому нежелательно. Даже когда мы моем эту посуду, нельзя использовать жесткие щетки, мочалки, а лучше обойтись мягкой губкой. Это будет очень удобно. Кстати говоря, о очистке посуды. Вот мы говорим про чугунную сковородку. Мне кажется, каждая хозяйка, наверняка у каждой хозяйки есть чугунная сковородка, да, она всегда задает себе вопрос, как же ее вот почистить со временем? Да так, чтобы вот все, что там уже практически появилось, да. Вы знаете, вот мы обратились к интернету, и есть там, вот выбрали самые-самые популярные два вещества, которыми хозяйки сегодня чистят сковородки. Это соль и сода. И вот один из рецептов, я бы хотела, чтобы вы потом прокомментировали, Оксана. Если сковородка пригорела внутри, чугунная, мы заливаем водой эту гарь, добавляем полстакана соли, так в интернете написано, ставим на огонь, кипятим 15 минут и оставляем где-то на 2-3 часа, откисать, что называется. Но затем просто моем губкой или можно моющим средством. Есть такой способ. И еще один, когда сковорода пригорела снаружи, то можно набрать, вот, например, большую кастрюлю воды, добавить туда, натереть на терке хозяйственное мыло, так это не жалеючи, добавить соль и кипятить в этом растворе сковороду от 15 минут до 2 часов, в зависимости от того, как она у вас долго загрязнялась. Потом это все вот так вот просто в воде сполоснуть, и будет вот такая вот якобы чистая сковородка. Что скажете про такие интернетские советы? Я соглашусь, потому что таким способом я сама вымываю посуду. То есть это ваш даже способ, да? Это мой способ, очень хороший. Соль и сода. Ну, у меня есть подружка, которая, вот соседка моя, она, например, чистит посуду с помощью уксуса, добавляет полстакана. Вот смотрите, интересный рецепт. Добавляет полстакана в воду уксуса, кипятит, промывает это все, после натирает обязательно. Вот здесь вот главное. Натирает все сырым картофелем. И вы знаете, у нее все сковороды блестят. Да. Какой интересный рецепт. Я впервые такое слышу. Попробуйте, да. Я знаю, что многие натирают даже обувь, чтобы она блестела сырым картофелем. Настя, ну вот какие... После эфира попробуем. Не натираешь, ладно, хорошо. А вот какие есть секреты по сковородке? Может быть, поддержишься каким-то своим советом? Как ты их обычно чистишь? Или ты их не чистишь? По сковородке? Ну, я их не так уже и чищу. Я их не так загрязняю, да, Настя? Не так и загрязняю, да. Мы в основном не едим мясо и жареного, поэтому оно не так загрязняется. Все очень легко там тушится. В основном в утятнице, опять же, в моей любимой. То есть практически нет жареного, значит, и нет гари. Вот что-то типа этого. Ну что, тоже хороший совет. Могу добавить, что, как бы, если сковорода грязная, туда там ее там кипятят в чем-то. А если просто избавиться от жира на сковороде, то лучше всего это горчица. Просто сухая горчица. Как бы можно взять баночку, насыпать сухой горчицей, макнуть туда губку и без всякого мыла. Без мыла, без воды даже? Просто сухой горчицы? Нет, надо вода. Надо, чтобы была какая-то кашица. Да. И то есть вместо вот этих всяких фейерий, всяких... Жир уходит. Горчица. Мало того, что жир уходит, так мне еще не остается налета никакого химического на посуде. Это экологично и безвредно. Настя, а при этом надо сперчатки. Разъедает, наверное, горчица руки? Нет, 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 не разъедает. Горчицей можно мыть даже волосы. Ну, я скажу, что я удивлена, потому что, да, я про горчицу не слышала никогда даже. Это старый бабушкин способ. Да-да-да, это рецептные мамы. Мои друзья, кто в армии сужил, тоже говорят, что да, я знаю, что горчицей можно мыть. Спасибо, ребят. Очень полезный совет. И теперь я тоже знаю, как чистить свои, да, чугунные сковородки. Ну что ж, дорогие друзья, мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. И я так понимаю, это, наверное, ответ на вопрос нашего конкурса. Хочу тогда еще раз напомнить вопрос конкурса. Что должна была сделать девочка из сказки «Братьев Гримм» про волшебный горшочек, чтобы горшочек начал варить кашу. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Ой, здравствуйте. Ну вот как сказки, так вот у нас чудный детский голос. Как вас зовут? Дарья. Дарья. Сказки любите? Да. Ну что ж, расскажите тогда, что же девочка должна была сделать, чтобы горшочек вот начал варить кашу? Я думаю, что эта фраза была горшочек варим. Ну, в принципе, правильно. То есть девочка должна была сказать какой-то волшебный стишок. Но перед словами «горшочек варим» есть еще пару слов. Подумайте, каких. Она должна была что сделать? Ну, помогите ребенку выиграть пригласительный билет на шоколадную выставку. Ну, помогайте скорее. Раз, два, три. Посчитать. Посчитать надо. Посчитать. Раз. Два. Три. Горшочек варим. Ну, мы поздравляем. Спасибо за телефонный звонок. Мы поздравляем. Вот только что вы выиграли пригласительный билет на выставку «Искусство шоколада». Поверьте, там столько много шоколадных кроликов, шоколадных шашек, шахматов. Я думаю, что если вы с родителями сходите на эту выставку, то вам очень понравится. Спасибо за телефонный звонок. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня в прямом эфире мы говорим о посуде. И очень интересно ваше мнение, какой посудой вы пользуетесь. Если у вас есть какие-то полезные советы, как вы в ней готовите, как вы ее за ней ухаживаете, пожалуйста, делитесь, мы с удовольствием послушаем. И, кстати говоря, по мнению наших экспертов, самое безопасное, это считается, что мы уже решили, сковородка чугунная и глиняная вот такая вот посуда. В чем же секрет такой вот безопасной посуды, как правильно в ней ухаживать, как правильно в ней готовить. Вот это все, дорогие друзья, вот эти все подробности сразу после рекламы. Дорогие друзья, напоминаю, на Беларуси 4 прямой эфир программы «Добрый вечер, Гомель». И сегодня, как обычно, по вторникам мы даем полезные советы, которые пригодятся каждому. Сегодня говорим о посуде. Как приготовить еду, чтобы она была не только вкусной, но и полезной? Вот прямо сейчас в прямом эфире «Советы диетолога» у нас на связи врач-гастроэнтеролог Центра превентивной гастроэнтерологии нашего Республиканского научно-практического центра научно-медицины и экологии «Человек» — это Татьяна Гавриленко. Татьяна, добрый вечер. Добрый вечер. Ой, Татьяна, да, очень рад слышать сегодня тебя в нашей студии. Ну, к сожалению, да, по всяким там разным личным причинам, очень жаль, что ты не смогла прийти сегодня на нашу программу. Тань, скажи, пожалуйста, вот сегодня мы говорим о посуде. Это очень важный момент. Я знаю, что ты, как диетолог, имеешь на этот счет свою точку зрения. И вот самый первый вопрос для тебя. Скажи, какой посуды никогда не будет на твоей кухне и почему? Ну, в первую очередь, на моей кухне не будет посуды и не будет посуды поврежденной. Так. Особенно ту, которая вот раньше была очень популярной покрытием, это если она поврежденная посуда, очень вредна. Тань, скажи, пожалуйста, а какая вообще посуда максимально безопасна для здоровья? И, в принципе, существуют ли вот такие вот совершенно безопасные кастрюли, сковородки, ложки, вилки, чашки? Ну, я считаю, что самое безопасное – стекло и керамика. Сегодня есть большой выбор такой посуды, в которую удобно запекать. Мы же придерживаемся принципов рациональной стандартной, когда пища должна приготовлена быть в виде тушеной, вареной, запеченной. Правильно? Поэтому и стеклянная керамическая посуда подходит для этих целей. Просто идеально. Татьяна, скажи, пожалуйста, а какие все-таки ошибки вот чаще всего мы, хозяйки, делаем на кухне при приготовлении и разогревании пищи? Используем много масла. Так, это первое. Используем некачественную пассу. Иногда бывает очень жалко какую-то дорогостоящую сковородку выбросить после появления на ней царапины. Но это надо сделать и ни в коем случае об этом не жалеть. Потому что выделение из слоя поврежденного, оно может быть крайне опасно для здоровья. А вот как насчет разогревания, Таня? Вот насчет разогревания пищи. Вот что скажешь насчет микроволновой печи? Ведь на данный момент, ну, как бы скажем так, ни одно серьезное исследование пока еще не доказало ее вреда. Хотя многие опасаются. Совершенно верно. Я тоже не встречала никаких доказанных исследований по поводу того, что микроволновая печь, это очень вредно. В ней есть свои пищи, если правильно ей пользоваться. Нельзя открывать сразу после того, как прозвучал звуковой сигнал. Нельзя много пользоваться. Разогревать одну и ту же пищу. А в плане приготовления на сковородке, тут есть большие риски. Это в первую очередь всегда добавляется какой-то жир, масло, которое увеличивает калорийность блюда. И вот эти волшебные пригарочки, прижарочки, которые так особенно кто-то любит, они являются тоже доказанным концеррогеном. Это очень вредно. Спасибо, Таня, что напомнила нам об этом. И последний вопрос. Ну, я не могу не спросить советы. Вот три, скажем так, основных правила диетолога. Как приготовить еду все-таки, чтобы она была не только вкусной, но и полезной? Вот три правила, самые важные. Еду мы не жарим. Так. Очень хорошо. И надо помнить о том, что существуют пароварки, мультиварки. Там такие гаджеты, в которых не надо использовать большого количества жир всегда плохо, потому что это калорийность, и это термически обработанные жиры могут являться. Соль. Не добавляем соль. Никуда не добавляем соль. Мы живем без... И больше овощей. Меньше термически обработанных овощей, больше получаем клетчатки здоровой. Клетчатки та, которая будет чистить наши кишечки. Спасибо большое. Татьяна, хорошего вечера. Спасибо за эти полезные советы. Дорогие друзья, Татьяна Гавриленко, врач Центра превентивной гастроэнтерологии Республиканского Центра традиционной медицины и экологии человека, вот только что была у нас на связи. Мне кажется, советы действительно очень полезные. Кстати, о соли. Дорогие друзья, продолжаем наш конкурс. Сейчас разыгрываем пригласительный билет на галоконцерт Международного фестиваля «Света», который состоится в Гомеле 9 февраля. И для того, чтобы получить пригласительный билет на двух человек на это действительно удивительное шоу, надо ответить на очень интересный вопрос нашего конкурса. Я же обещала соль и перчика, да? Итак, как вы думаете, вот очень интересные ваши варианты, почему раньше в Европе солонку на столе всегда держали закрытой? Вот ваши варианты ответа. Почему это было очень принципиально? Еще раз повторю вопрос. Почему раньше в Европе солонку на столе всегда держали закрытой? И разыгрываем пригласительный билет на галоконцерт Международного фестиваля «Света», напоминаю, который состоится 9 февраля в Гомеле. 34 22 43 – это телефон прямого эфира, телефон для вопросов и ответов конкурса, и для вопросов наших зрителей. Ну что ж, говорим сегодня о посуде. Есть интересное сообщение от наших зрителей. Какой же посудой пользуются наши телезрители? Юлия очень любит готовить в глиняных горшочках, остались от бабушки. Илья пишет, что самое классное у него – это керамическая посуда. Ольга задает вопрос, может быть, Оксана попробует ответить, можно ли варить варенье в алюминиевой посуде. Ну, мы тут уже прозвучало, да, про алюминиевую посуду не совсем как бы… Желательно не использовать, потому что она темной становится, ну и качество, конечно, варенья. А это значит, такие процессы химические? Да, процессы, да, происходят, вредные вещества выделяются, поэтому, конечно же, такую посуду лучше не использовать, и варенье в ней не варить. А в медной? И в медной тоже. Я просто вижу, в медной – это значит, варенье варенье. А все бабушки наши раньше варили в медных огромных. Даже нельзя вот сахарные сиропы, когда варишь в алюминиевой кастрюле, то, естественно, сироп ухудшает свои свойства, он становится серым, темным, и его дальше нельзя вообще использовать для приготовления каких-то даже кондитерских изделий. Спасибо большое, Оксана. Тамара сообщает, что она до сих пор очень любит хрустальные бокалы. Я сначала не поняла, ну, бокал да бокал. Хрустальные, да, это сегодня редкость, кстати. Это только если какой-то цивильный хрусталь. Да, действительно, очень интересное такое сообщение. Ольга покупает все, что нравится, и особо очень много стеклянных кастрюль и салатников. Ну, действительно, стекло сегодня, мне кажется, одно из самых, наверное, безопасных. Да, совершенно верно, да. И очень таких вот, скажем, таких приятных, ну, как бы, приготовлений, и чистятся очень легко. Но на самом деле я хочу дальше поговорить о посуде глиняной. Вот это вот то, что сегодня присутствует в нашей студии, действительно очень удивительно. Это все я хочу, чтобы режиссеры, операторы показали вот эту красоту. Это лишь малая часть того, что, в принципе, вы можете делать. Я бы назвала вашу посуду уникальной. Вот так и хочется, такими вещами, просто наполнить кухню, действительно, современную. Скажите, ребята, вот как давно вообще начали это все изготавливать? Ну, вот, четвертый год пошел уже. То есть не так давно делаете, можно сказать, первые, вторые, третьи шаги. Где-то так, да? Ну, да. Ну, я, конечно, хочу напомнить нашим зрителям, что в нашей студии даже есть... Сергей, если вам не сложно, покажите. Есть даже одна из первых тарелок, да? Наверное, одна из первых. В прошлом году. В прошлом году, да. Вы приходили на нашу программу, и мы с вами вместе делали вот такую тарелочку. Сегодня она находится, скажем так, в нашем музее передачи. Да, но это тоже действительно замечательная вещь. Скажите, пожалуйста, ребят, из чего лепите, где берете материал, и можно ли вообще назвать вашу посуду экологически чистой? Да. Ну, экологически чистой можно, да, назвать. Мы не используем глазурь. Пока что. А чем вы покрываете? Молоко и воск. Пчелиный воск, да, натуральный. Он защищает, как бы, получается, да? Дополнительную водонепроницаемость дает, ну, и немножко блеска добавляет. Вот. А материал, это все природный Лоевский район? Нет, ну, как бы, нельзя самому добывать глину. По закону, как бы, это запрещено. Ну, если я буду копать, то... Вот. Мы покупаем в городской поселок Мир есть, там небольшой заводик, и они сами занимаются производством керамики, у них в основном сувенирка, и они готовят глину, и вот у них есть остаток, и они этот остаток сбывают. И большинство белорусских ремесленников, гончаров, керамистов покупают глину именно там. Ну что ж, мы сейчас продолжим обязательно об этих чудных чашечках и стаканчиках и чайничках разговор. У нас просто на телефонной связи есть телезритель, который хочет поучаствовать в конкурсе. Кстати, Сергей и Анастасия, знаете ли вы, почему раньше в Европе салонку на столе всегда держали закрыто? Есть какие-то варианты? Ну, есть. Озвучивай сейчас. Ну, это так, давайте сейчас послушаем зрителя, а потом узнаем ваш вариант. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, давайте познакомимся, как вас зовут? Анатолий. Анатолий, повторю вопрос нашего конкурса. Почему раньше в Европе салонку на столе всегда держали закрытой, как вы считаете? Ну, я думаю, чтобы туда не попадал воздух или хотя бы вода. И все, ну, попало, ну и что, ну и что тут, все так вы думаете элементарно? Мы даем вам еще одну попытку, подумайте. Все намного серьезней. Я вам так скажу. Да, все так, вопрос жизни и смерти, я бы даже сказала. А что еще может быть? Ну что ж, если будут варианты, звоните 34-22-43. Дорогие друзья, конкурс продолжается. Напоминаю еще раз вопрос, почему раньше в Европе салонку на столе всегда держали закрытой. Ну, конечно, хочется, Сергей, услышать ваш вариант ответа. Кто думал про влагу? То, что соль впитывает влагу? Значит, вопрос жизни и смерти, может вопрос в яде каком-то. Кто-то мог отравить? Я не знаю, какой ответ правильный. Ну, давайте послушаем, да, еще дождемся наших телезрителей. Мы ждем, принимаем самые разные варианты ответа. Оксана спрашивает не буду, она точно знает, поэтому да. Поэтому мы как бы ей этот вопрос не адресуем. Ну, а я хочу вернуться к чашечкам, стаканчикам, что называется. Ребят, скажите, пожалуйста, что вас вдохновляет на каждый такой вот кувшинчик, чашечку, тарелочку? Ну, мы живем в очень живописном месте, на высоком берегу Днепра, и у нас такой большой пейзаж, становись, просто мольбе отставь и рисуй. То есть природа, да, это ваше вдохновение? Ну, в основном, да. Природа, космос, не знаю. Спокойная жизнь. А сколько времени уходит, Настя, Сергея, я так понимаю, вы ему подсобляете, да, или все-таки вместе это делаете? Я ему помогаю. Вот сколько времени уходит, например, на такую вот чашку? На самом деле, мне кажется, это ваша такая авторская чашечка. От начала до конца или просто сделать ее? От начала до конца? Ну, недели, дней 7-10. Вы видите, да, здесь такая оригинальная форма. Форма, да, очень интересная. Мне кажется, и молоко, и чай, вот в таких вот, конечно же, кофе, да, по утрам на берегу реки, в деревню, да, что может быть лучше? Ну, я хочу сказать, что вопрос про Солонку у нас имеет большой успех. Есть еще один вариант ответа. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Галина. Галина, ну вот у нас такой вопрос конкурса, вот мы не можем найти ответ. Помогите нам, пожалуйста. Как вы думаете, почему раньше в Европе Солонка на столе всегда была закрытой? Вот ваш вариант. Ну, я могу предположить, или от злых людей, или от глазу. Ну, можно и такие варианты, такие слишком уж какие-то, да. А еще какой у вас есть? Я даю вам еще одну попытку. Ну, не знаю, у меня такие пока предположения. Ну что ж, будут другие, звоните. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, конкурс продолжается. Почему раньше в Европе Солонку на столе всегда держали закрытой? 34 22 43, телефон прямого эфира, звоните, пожалуйста. Итак, мы говорим сегодня о керамике. Вот именно в данный момент. Мы вообще говорим о посуде, но вот мы говорим о керамике. Я думаю, зрители уже насладились этой посудой. Но я знаю, что вы уже говорили, большой экспериментатор, и вы что-то принесли, сказали, меня удивите в эфире. Ну, да, есть немножко эксперименты. Это какие-то ваши новые эксперименты. Давайте вы покажете, что это. Возьмите с собой микрофон. Микрофон, хорошо. Рассказывайте и показывайте. Керамический усилитель звука. Это не моя идея, я ее взял с интернета. Ну, я покажу зрителям. Это похоже на рок. Для напитка, я даже сказал. Горн, да. Суть в том, что он усиливает звук телефона. Без всяких проводов и всего. Можно минимально, но можно усилить, вот как пример, можно сейчас показать музыку. А, подожди, вот у нас звучит музыка без этого патефона, я бы сказала. И, дорогие друзья, наслаждаемся, чаем, кофе. Да, вот под такие. Релакс. Релакс. Это первый. А, то есть это вообще экспериментальный такой вариант, который... Это первый экспериментальный, и у нас его уже приобрели. Уже и приобрели даже, да? Ну, то есть, можно сказать, что премьера произошла вот в нашей студии. Да, да. Молодцы. Молодцы, ребята. Я вырвал, говорю, можно я свожу, покажу? Верните. Верну. Так, у нас есть телефонный звонок, и мне подсказывает он, такой звонок, скажем так, полезных советов сейчас прозвучит. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте познакомимся, давайте с вами, как вас зовут? Меня зовут Валентина Васильевна, я вам звоню из Моцеря. Так. Я хочу дать очень хороший старый рецепт для выварки сковород и кастрюль. Слушаем внимательно вас. Все рецепты натуральные. Все, можно говорить? Конечно, мы вас слушаем внимательно и уже записывают наши десерки. Так, график состав. 100 грамм клея силикатного. Так. То есть бумажного клея, которым мы клеим конверты. 125 грамм соты кальцинированной и хозяйственное мыло натереть. Так. По кускам. Довести эту всю смесь до кипения, опускать туда кастрюли и сковородки и варить 20-30 минут. Посуда как новая. Проверено, я так понимаю, вы так пользуетесь? Мне уже 60 лет почти. И я все время этим пользуюсь. Так, еще раз. Сколько клея, вы говорите, должно быть? 100 грамм. Так, дальше. Силикатного клея, которым мы клеим бумагу. То есть бумажного. Так, 100 грамм клея. 125 грамм соты кальцинированной. Так. И пол куска хозяйственного мыла, который 200 грамм кусок. Все это наливаете водой. Понятно, понятно. Большую емкость. Доводите до кипения, опускаете туда кастрюли. Ну, сначала кастрюли, потом уже в конце сковородки. И варите 20-30 минут. Замечательный совет, спасибо. Вынимаете, по площади посуда как новая, как будто из магазина. Спасибо вам большое. Вы знаете, вот меня так впечатлил ваш звонок. А не хотите поучаствовать в нашем конкурсе? Мы разыгрываем пригласительный билет на удивительный фестиваль Света, который будет в Гомеле 9 февраля. Нужно попробовать ответить на вопрос конкурса. Вот слушайте внимательно. Да нет, я не буду. Но вы попробуйте, вдруг вы знаете ответ. Я случайно включила телевизор и смотрю, что дают советы по вывариванию, ну, и там сковородок и костюль. Вот я нашла свой этот старый рецепт и решила вам позвонить. Ну, давайте попробуем. Вот послушайте, вот как вы считаете, почему раньше в Европе, вот в старые времена, солонку на столе всегда держали закрытой? Вот ваш вариант. Ну, не знаю, наверное. Скоро, ну, тогда же, видите, было много всяких, ну, как сказать, нехороших людей, которые, ну, как посылали какую-то плохую мысль. А соль, я считаю, почему соль светит в церкви? Она же ведь себя впитывает, вот как и в этом все плохое, понимаете? Поэтому, наверное, и поэтому... Ну, что ж, спасибо. Спасибо большое. Вариант интересный, но, к сожалению, неправильный. Спасибо вам большое за ваш телефонный звонок. Чудный звонок. И такая вот, да, так хотела рассказать наша телезрительница, да, всю грязную посуду практически спасти у наших хозяек. Вот есть вопрос от Виктора. Руки у этих гончаров золотые, пишет Виктор. Не жалеют ли ребят, что уехали в деревню, спрашивает наш телезритель Настя? Нет, конечно. Вы сколько там уже, три года, да, живете? Да, три года. Вообще, конечно, вот хочу обратить внимание, что вот у ребят, у Сергея и Анастасии очень интересная история. И вот хотела бы даже узнать сама, почему вообще сделали такой выбор? И вообще, что натолкнуло на этот шаг? Вот молодые люди уехали из города, в глухую, я бы сказала, практически деревню, да, занимаетесь вот таким ремеслом. Почему? Ну, мы сами на самом деле, можно сказать, из деревень. Я родом из Речицы, Настя родом из Вилейки. Это маленький городок в Минской области. Еще чуть меньше, чем Речица. Ну, все равно, мы привыкли жить в частном доме, да. С печками, с травами. А познакомились мы в Минске пять лет назад. Вот, я туда как бы уехал за лучшей жизнью, Настя точно так же. Не нашел и решил? Нет, нашел. Ну, там же все по-разному. И тут, когда мы вместе сошлись во мнении, что нам нужен свой дом в деревне, как-то так вот захотелось, поняли, что это у нас совпадает желание. А гончарство, почему именно такое ремесло? Ну, это немножко случайно. Я так был немножко в поиске работы и попал в червано-кострышник к гончару, там, Кирилл Кравцов. Вот, и он говорит, что вот, мне нужна помощь, я один не справляюсь, хочешь, научу. Ну, как бы, а ты мне поможешь? Я говорю, ну, давай. Вот, и я в тот момент как раз нигде не работал, приехал в Кострышник и все, я там остался. И потом мое желание уехать в деревню укрепилось уже совсем. И после Кострышника, где-то в конце лета, тоже приехала... Нет, Настя приехала в Кострышник в конце лета и тоже сказала, все, надо. В деревню. Все, бросаем корни, да, как говорится. Ну что ж, продолжим разговор. Есть еще один вариант ответа. Итак, напомню вопрос конкурса, дорогие друзья. Почему раньше в Европе солонка на столе всегда была закрытой? Какие у вас варианты? Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, давайте познакомимся. Да, я думаю, что... Меня зовут Александр. Приятно очень, Александр. Слушаем, почему? Да, я как раз сосед Настя и Сергея. Вот смотрим сейчас. Серьезно? Да, да. Они не ожидали. Так, очень интересно сейчас. Александр, давайте сначала... На Вайбер писал, что мы пользуемся их посудой давно. И даже отправил вам фотографии. Вот так вот. Значит, мы все уже показали и рассказали. Скажите, пожалуйста, кроме того, что вы пользуетесь их посудой, вот как по-соседски отношения складываются у ребят с вами? У нас все хорошо. У нас ребята очень активные. Вот. Поэтому нам все нравится. Они нас тоже вовлекли в определенной мере в свою среду. Мы даже посещаем вместе определенные мероприятия. Так. Там вот арт-вездка нам очень понравилась. Мы были благодаря им вместе с ними. Вот. Так тоже, да, приобщаемся, сделаем. Думаем какие-нибудь совместные проекты в будущем сделать. Потому что мы тоже уехали в деревню, да. Вот. И вы тоже занимаетесь гончарством? Вы тоже гончарством занимаетесь в деревне? Нет. Я гончарством не занимаюсь. Мы пока живем, наслуждаемся жизнью. Счастливый, Александр. И обдумываем, скажем так, идеи будущие, которые мы можем воплотить. Александр, еще один такой звонок про деревню. И думаю, завтра туда уеду я. Спасибо вам большое. У нас очень красиво. Да, у нас действительно очень красиво. Ловецкий край, жемчужина в Белоруссии, можно сказать. Спасибо большое. Александр, ну а теперь возвращаемся к конкурсу. Как вы считаете, почему солонка в Европе, вот в далекие-далекие еще времена, обязательно должна быть закрыта на столе? Как вы думаете? Ну, у меня вариант такой, что все-таки закрытая солонка защищает наш дом от порчи. Он дарит спокойный сон. Ну, спасибо. Но это не совсем правильный вариант ответа на вопрос. нашего конкурса. Вы знаете, я вам могу предложить еще один, как бы так, еще одну возможность. Дам небольшую подсказку. Времена были смутные. Ну, это итальянская, подсказка итальянская из Италии. Можно сказать и так. Вот смотрите, Европа, да? Времена всякие разные смутные были, да? И вот все как бы так друг к другу, настороженно к друг другу относились. Солонку закрывали. Почему? Ну, есть у меня еще вариант, что здесь, видимо, есть какой-то расход итальянский, словом, соль и деньги. Видимо, закрытая солонка предполагала как-то сохранность имущества, в частности, денег. Ну, в Италии примерно так. Ну, вы знаете, вот мне нравятся все ответы, которые сегодня звучали. Если вдруг правильно не прозвучит, мы выберем какой-нибудь самый интересный вариант. В любом случае, спасибо вам за этот телефонный звонок. Спасибо вам. Спасибо. Удачи. Хорошего вечера. Дорогие друзья, напоминаю, что на Беларусь 4 прямой эфир, программа «Добрый вечер, Гомель». И сегодня, скажем так, как обычно, по вторникам мы делимся полезными советами, которые пригодятся каждому. Сегодня мы говорим о посуде. И нам, конечно же, очень интересны ваши полезные советы. Ну, и напоминаю, конкурс продолжается. Звоните. 34-22-43. Вопрос, на который мы никак не можем найти правильный ответ. Почему же солонку в Европе раньше, в далекие времена, обязательно держали закрытой? И хочу зачитать сообщение наших зрителей. Николай спрашивает, где можно приобрести керамическую посуду этих гончаров? Вашу. Ну, мы периодически приезжаем в Гомель на ярмарке. И у нас есть Инстаграм, где можно с нами договориться. И, ну, не знаю, опять почта. Потом мы гостеприимные. Можно приехать к нам. Мы угостим чаем. Покажем посуду. Это самый лучший даже вариант. Да, это самый лучший. Потрогать, пощупать, выбрать. Дарья, кстати, вот про фестивали спрашивают и выставки. Где бываете вы со своими изделиями? Ну, вот последний раз были перед Новым годом. Торговый центр «Секрет». Это своя поличка организовала ярмарку. Вот, и мы там участвовали. Ну что ж, дальше мы обязательно ждем от Насти и Сергея интереснейший рецепт приготовления. Вот в такой вот посуде. Поэтому думайте пока, что это будет за рецепт. А у нас есть еще один вариант ответа. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Виктория. Виктория, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, зачем, почему в Европе вот в старые-старые времена держали салонку обязательно закрытой на столе? Я думаю, что они боялись, чтобы туда яд не подсыпали. Вот какая прагматичная, прагматичная телезрительница. Итория, вы правильно ответили на вопрос нашего конкурса. И пригласительный билет на выставку, международную выставку, ой, нет, пригласительный билет разыгрываем на фестиваль, международный фестиваль света, который состоится в Гомеле до 9 февраля. Так что мы вас поздравляем, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Бежала, бежала Виктория, откуда наконец-то. Вот правильно сказала, да. Анастасия, она сразу про яд, да, все быстренько разознала. Такое ощущение, что зрители невнимательно слушали или подумали, по крайней мере, что это что-то, может, не совсем так. Ну что ж, дорогие друзья, обещанный рецепт. Настя, поделитесь рецептом, что вкуснее всего получается у вас в глиняной посуде. Получается все вкусно, но в последнее время мы готовим рис с тыквой. Сейчас тыквы у многих лежат где-то в закромах на шкафах. Ну я видела и в вашем инстаграме много тыквы выращено. Ну у нас была последняя тыква, и мы решили ее порезать, зарезать и приготовить что-нибудь вкусное. И единомышленница по жизни в деревне поделилась таким рецептами, он стал нашим любимым. Поделитесь с нами. Трется тыква на морковную терку, 150 грамм примерно, добавляется один стакан риса, добавляется одна столовая ложка либо меда, либо сахара и щепотка соли. Это все заливается стаканом, по-моему, двумя стаканами кипятка, перемешивается и ставится запекаться либо в духовку, либо в печку. Главное, это плавный нагрев. Для горшочков плавный нагрев. Горячую духовку ставить нельзя. Нужно поставить в холодную и потом нагревать. То есть это важное, наверное, самое важное правило, как пользоваться вот такой посудой. Я, например, тоже боюсь очень ее ставить в духовку, когда что-то готовлю в горшочке. Ну, в большинстве случаев она выживает, она не трескается, но это вот есть шанс, что она просто треснет. Выдерживает по сути температуры, наверное. Мы не достанем. Ну, резкий перепад просто. Получается, как бы, ну, снаружи все греется, а внутри там толщина глины еще же есть, а внутри не нагрелась, и получается разрыв. Ну, Оксана, вот смотрите, вот такой посудой пользуются сегодня. Такой посудой пользовались наши предки. Это была любимая посуда в деревнях, особенно в белорусских хатах. Скажите, а вот современные хозяйки, насколько они активно используют вот керамическую посуду и что, в принципе, из нее готовят? Поделитесь с нами. Ну, сегодня не только в объектах общественного питания, в предприятиях с белорусской национальной кухней очень популярна керамическая посуда, но и в домашнем обиходе. И я сегодня принесла, чтобы вы посмотрели, два основных вида керамической посуды. Это горшочек, в котором сегодня можно буквально много каких блюд приготовить. Это и жаркое по-домашнему, и драники, ну вот все, что угодно. То есть, если у ребят это такие, скажем так, неблестящие изделия, очень такие, которые выглядят натурально, то это все чуть ли не заламинировано. И есть еще вот такой один интересный вид керамической посуды, называется кокотница. Кокотница представляет собой маленькую кастрюльку с небольшой ручкой и сверху закрывается крышкой. И вот в такой посуде можно приготовить горячую закуску. И одной из самых популярных закусок сегодня является жульен. Я люблю жульен, да. Сегодня ни один ресторан, например, не обходится без банкетного меню, куда бы не входила закуска жульен. Ну и вы знаете, праздничный стол у каждой хозяйки тоже, мне кажется, имеет сегодня это популярное блюдо. Но согласитесь, Оксана, рецепты приготовления жульена настолько разные. Вот какой-нибудь классический или, может быть, скажем так, на ваш взгляд, самый интересный и самый вкусный? Вы можете рассказать нам сейчас? Ну, могу. Один из рецептов, наиболее таких интересных, это когда мясо птицы, филе, отваривается, охлаждается и нарезается соломкой. Затем грибы, шампиньоны тоже нарезаются соломкой и обжариваются на сливочном масле. Ветчина освобождается от оболочки и нарезается соломкой. Затем все продукты смешиваются, заправляются сметанным соусом и все выкладывается вот в такую интересную кокотницу. Сверху поливается майонезом и посыпается тертым сыром. Запекается в духовом шкафу до образования румяной корочки в течение 10 минут. Ну, а для приготовления сметанного соуса нам понадобится сметана, бульон, сливочное масло и мука. Все это смешивается? Да, ну, можно приготовить жировую мучную пассеровку. Для этого на сковороде растапливается сливочное масло, добавляется просеянная мука, все аккуратно перемешивается, чтобы не было комочков. И необходимо спассировать до легкого, ну, такого потемнения и аромата каленого ореха. Затем это все заправляется, бульоном разводится, проваривается 10 минут, добавляется сметана, еще проваривается 2-3 минуты. И вот такой получается у нас ароматный соус. Вот такой вот рецепт, Джульен, дорогие друзья, возьмите на вооружение. Я попрошу еще режиссеру показать сейчас, из чего, из каких продуктов состоит это блюдо. Так что пока есть возможность, записывайте. И, конечно же, пишите в Вайбере, какой посудой вы пользуетесь. И вот, прочитая несколько сообщений, Василиса любит разную посуду, цветную, веселую, редко задумываюсь, из чего она сделана. Василис, ну, вот это, наверное, зря. Надо, наверное, все-таки иногда обращать внимание и на маркировку, и на материал, из которого сделана ваша цветная веселая посуда. Ну, а Ирина, наша телезрительница, она мечтает о черных квадратных тарелках, и их уже даже присмотрела. Вот так вот, да. У каждого, как бы, свои предпочтения к посуде. Дорогие друзья, ну, а какой посудой пользуетесь, вы пишите в Вайбере. И помните, что каждый вторник в прямом эфире мы даем полезные советы, которые пригодятся каждому из вас. Сегодня говорим о посуде, и вот секреты сервировки будем раскрывать сразу после рекламы. Дорогие друзья, на Беларусь 4 прямой эфир, программа «Добрый вечер, Гомели». Сегодня мы говорим о посуде. Как обычно, разыгрываем интересные пригласительные билеты. Есть еще один пригласительный билет на выставку «Искусство шоколада». Выставка проходит в эти дни во дворце Румянцевых-Паскевичей. Для того, чтобы получить пригласительный билет, надо ответить еще на один интересный вопрос нашего конкурса. Так как дальше речь в нашей программе пойдет о сервировке, то и вопрос будет соответственный. При каком русском царе стали пользоваться салфетками? Неотъемлемый, скажем так, современной сервировки все-таки такой атрибут-элемент. Итак, 34, 22, 43. При каком русском царе стали пользоваться салфетками? Звоните, пожалуйста, в студию. Ну, а сейчас хотелось бы обратить внимание, что сегодня, Оксана, наверное, все-таки редко, скажем, хозяйке задумывается о сервировке. Сервировки, да, так же, как и о культуре, вот как преподнести правильно блюдо, как правильно накрыть, какие салфетки использовать. Мне кажется, это огромное упущение у современных хозяек. Ну, это на мой взгляд. Поэтому очень рассчитываем на ваши советы, на ваши полезные советы сегодня в прямом эфире. Расскажите нам, вот помогите нам разобраться в современной сервировке, что здесь все-таки главное и почему это вообще так важно. Ну, прежде чем говорить о сервировке, хотелось бы напомнить о том, откуда вообще появилось это слово. Оно имеет два основных значения. Первое – французское «сервир», что в переводе означает «накрывать на стол». И второе – английское «сервис», значит «обслуживание». Понятно. Отсюда и вытекает ответ на ваш вопрос. Главное в сервировке – это красивая скатерть, салфетки, столовая посуда и приборы, но и, конечно же, элементы декора, которые размещаются на столе. Я, Настя, всегда думала, что главное в сервировке – это хозяйка. Ну, не зря же в народе говорят «умела хозяйка хотавать, да не умела подавать». Это значит, что каждая современная женщина сегодня должна не только уметь вкусно приготовить блюдо, но и красиво засервировать стол, чтобы удивить гостей и порадовать своих родных и близких. Из чего же стоит начинать? С выбора скатерти, я так понимаю? С выбора скатерти. Да, а какие тут должны быть основные секреты, какие скрываются здесь? Сегодня промышленностью выпускается огромное количество различных скатертей. Они очень разные и по структуре, и по форме, и по цвету. Но классический материал для их изготовления – это лен и хлопчатобумажная ткань. Но также изготавливаются скатерти из шелка, акрила, тонкого сукна. Но наиболее удобными и прочными считаются льняные скатерти, потому что они легко отстирываются, хорошо отбеливаются. Но они и красиво ложатся. И красиво ложатся. Они обладают белизной и шелковым блеском. По цвету бывают скатерти белые и цветные. «Скатерти с узором в тон фарфору подойдут к любому случаю». Вы знаете, Оксана, мне придется немножечко прервать ваш интереснейший рассказ о скатертях, но мы обязательно продолжим сразу после того, как услышим варианты ответа от наших телезрителей. Хочу еще раз напомнить вопрос конкурса. При каком русском царе стали пользоваться салфетками? Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте познакомимся, как вас зовут? Меня зовут Алина. Алина, ну как вы считаете, салфетки кто придумал? Ну вот сразу так вот просится Петр Первый. Правильно, просится. Совершенно верно. Ответ на вопрос конкурса, пригласительный билет на выставку из шоколада достается вам. И вопрос можно вам задать. Вы вообще умеете сервировать стол? Ну да, я думаю, все должны уметь сервировать стол. Ну что ж, тогда смотрите нашу программу далее и, скажем так, сравнивайте, все ли правильно вы делаете. Дело в том, что совсем скоро в нашей программе, вот-вот, прямо сейчас, мы начнем сервировать не просто стол, а, скажем так, для домашнего романтического ужина. Мне кажется, такие советы пригодятся каждому. Ну что ж, со скатертью более-менее разобрались. Дальше, наверное, идут салфетки, если я правильно понимаю. Конечно, да. Потому что вот мы привыкли сегодня какими салфетками пользоваться? Бумажными, разноцветными, там, с какими-то фигурками, цветочками, зайчиками. А что такого? Слышите, они везде есть. Пришел, купил, постелил, тарелку поставил, салфетку выбросил. Вот, но смотря на вас, Оксана, я понимаю, что это большая ошибка. Расскажите, пожалуйста, мне кажется, салфетки должны действительно выглядеть приблизительно вот так. И мне кажется, большое искусство уметь это делать. Давайте прямо сейчас наших телезрительниц научим. Да, действительно. И Настя, умеешь салфетки делать? Нет. Тогда вот-вот, давайте поменяемся местами. С удовольствием. Итак. Да, действительно, складывание салфеток – это искусство. Как только на столе появляется красиво сложенная салфетка, он из повседневного превращается в праздничный. А оценка кулинарного мастерства хозяйки в глазах гостей возрастает в несколько раз. И добиться такого эффекта вовсе не сложно. Стоит лишь только научиться складывать салфетки несколькими способами. Ну и, конечно, самое главное, чтобы наши салфетки гармонировали с посудой и скатертью. Я хотела бы продемонстрировать форму складывания салфетки и научить Настю свеча. Салфетка складывается в виде треугольника. Так. Делается небольшой отворот. Салфетка переворачивается. То есть швом вниз, я так смотрю. Да, швом вниз. И аккуратно сворачивается. Вроде ничего сложного салфетки. Ничего сложного. Да, все просто. Чтобы край салфетки мы зафиксировали. А, обязательно зафиксировать. Да, обязательно зафиксировать. И поставить на стол. Ну вот, дорогие наши телезрительницы, вы быстренько, у вас еще есть время, найдите салфеточки свои в шкафу бабушкины. И давайте, повторяйте за нами. Настя, сложно? Очень просто. Очень просто. Еще есть одна очень похожая форма складывания салфетки. Называется пламя. Я поэтому и подобрала такой теплый оранжевый цвет этой салфетки. Складывается в виде треугольника. Делится на две части. Каждый квадрат мы должны разделить еще раз на два треугольника и свернуть. И вот такая получается красивая форма складывания. Так, это свеча. Еще можно предложить форму складывания салфетки ракета. Вот как раз белорусский орнамент. А это для вашей гончарной посуды очень подойдет. Да, тоже можно. И еще у нас есть такая одна салфеточка. Вот рядом. Вот просто и все, и ракета будет. В виде зонтика. Ну а если, например, к вам в гости пришли дети, то существуют варианты складывания салфеток на детскую тематику. И я хотела бы вам показать форму складывания, которая называется «Зайчик». Эту форму очень любят дети. Складывается салфетка в виде треугольника. Затем заворачивается. Переворачивается. Я уже вижу уши, да. И фиксируется. У нас появляется вот такая симпатичная мордочка и ушки. Но ведь это очень, это на самом деле очень просто. Просто надо знать пару моментов, как куда завернуть, и все. Есть такая интересная форма складывания салфетки. Ее очень любят официанты в предприятиях. Она еще называется «Лилия». Когда салфетка складывается в виде конверта, переворачивается и еще раз складывается. И каждый лепесточек выворачивается. Вот у нас в вазе, где представлены наши фрукты, да? Да, я даже смотрю знакомую. Такая салфетка там находится. Потому что по правилам этикета обязательно, когда укладываются фрукты в вазу, там должна находиться салфетка. То есть в голую вазу такую пустую нельзя. Спасибо. Хороший совет. Кстати, есть от телезрительницы Олизи, вот как раз-таки в тему вопрос, какие салфетки для сервировки сейчас в моде? Сейчас можно разные использовать салфетки. Конечно, шелковые салфетки, они нарядные. Но в пользовании удобно полумягкая салфетка. Очень сильно накрахмаливать салфетки не рекомендуется, потому что они при разворачивании будут выглядеть мятыми. Поэтому лучше всего, наверное, льняную использовать салфетку. Спасибо, Оксана. Ну что ж, а теперь все телезрители с нетерпением ждут, когда же вы расскажете и покажете, как правильно сервировать стол для романтического домашнего ужина. Настя, помогите, да, освободить территорию, что называется, и будем вместе с вами сейчас учиться. Никому не помешает. Сергей, чего не запомним, вы нам потом напомните. Итак, романтический ужин предполагает, что у нас будет два человека. Первая тарелочка – это основная тарелка. Закусочная или мелкая столовая тарелка. Она ставится на стол на расстоянии 2 сантиметра от края стола. Рядом мы должны поставить тарелку пирожковую на расстоянии 10-15 сантиметров. Пирожковая? Да, пирожковая слева, да. Так. Это зависит, расстояние зависит от количества приборов. В принципе, Настя могла бы со второй стороны помогать. Затем раскладываются приборы. С правой стороны раскладываются ножи лезвием к тарелке. Ну это понятно. С левой стороны раскладываются вилки. То есть никакого нагромождения больших димов? Нет, я думаю, что это домашний романтический ужин, поэтому достаточно только использовать один столовый прибор. Нож и вилку. Но так как в вечернее время обычно первое блюдо не предлагается, поэтому столовой ложкой я стол не сервирую. Я все хочу спросить, для чего пирожковая тарелка? Для пирожков? Для хлеба. Для хлеба. Совершенно верно. Для пирожков ее тоже можно использовать. И для кондитерских изделий, и для тостов. Затем ставим посуду. Фужер для воды. Он устанавливается на расстоянии 1 сантиметр от лезвия ножа. И рядом бокал для вина. Напротив ножа. Против лезвия. Фужер. Фужер. И рядом бокал для вина. Уже красиво как. Это называется сервировка выполнена на два хрусталя. Затем на мелкую столовую или закусочную тарелку мы ставим салфетку. Так, нашу вторую мы, наверное, убрали салфеточку. Убрали, да. Так. Вообще, по правилам этикета считается, когда гость присаживается за стол, он должен снять салфетку со стола, развернуть и положить ее на колени. То есть не вот сюда? Нет. Нет, на колени. Именно на колени. Так. Приборы для специй мы поставим в центре стола. Ну и, конечно же, так как у нас романтический ужин, я бы вам порекомендовала для сервировки использовать свечи. Но элементы декора – это не только свечи. Это могут быть и цветы, и различные композиции, и декоративные украшения, которые можно изготовить своими руками, как вот в данном случае вот такие симпатичные белые хризантемы. Ну, я не знаю, пора заканчивать программу. А вот Анастасия с Сергеем попробует, как мы, да, как, насколько влияет такая вот сервировка, она, в принципе, на романтические отношения. Мне кажется, даже очень как, Настя? Понравилось? Я думаю, что да. Какие-то уроки вот сейчас сделала для себя? Я, например, да. Конечно, я сделаю сюрприз Сергею обязательно. Ну что ж, Оксана, спасибо вам большое. Думаю, что романтический ужин многие хозяйки прям побежали сейчас не то, что сервировать, готовить, скорее всего, но то, что салфетки, да, сейчас начинают многие учиться складывать. Оксана, спасибо большое. Что посоветуете хозяйкам, которые вот до сегодняшнего момента ну просто не отдавали должного внимания сервировке? Я хотела бы пожелать всем хозяйкам, чтобы романтический ужин вы устраивали как можно чаще, и тогда в вашей семье и вашей жизни всегда будет любовь, счастье, благополучие и достаток. Дорогие друзья, программа «Добрый вечер. Гомель» по вторникам делится полезными советами. Обратите внимание, мы сегодня говорили не только о посуде, мы говорили о том, насколько посуда может украсить нашу жизнь. Ну, понятно, посуда разная нужна, посуда разная важна, ну, а, конечно же, какую именно выбирать на своей кухне, ну, этот выбор делать вам, дорогие наши хозяйки. Ну что ж, это была программа «Добрый вечер. Гомельс». Наталья Волынец, хорошего вечера, и до новых встреч в прямом эфире. Субтитры подогнал «Симон»